За шесть месяцев этого года в области затриманы больше как полторы тысячи человек, которые сели за рулем в нецвяросом стане. Больше как 300 таких случаев зафиксовано в Гомеле. По вине пьяных водителей отбылось и 17 ДТЗ, у которых 6 человек загинули, и 17 отримали травмы. В рейд с сотрудниками ДАИ отправилась наша сдымочная группа. Разом с патрульным экипажем отправляемся на объездную дорогу Гомеля. Тут допущальная худкость 60 км за годину. Как только инспекторы выставляют радар, он фиксирует порушение. 87 км за годину. Ауто спиняют. Жан-жине водителю доводится пройти стандартные процедуры проверка документов, пошук по базе. Водитель порушения у Николи не имел, ей выписывают минимальный штраф. У дороги суппроцовники ДАИ расповедают. Реакции на покарание бывают разные. Одни спрощаются, другие плашут, а третьи спокойно вспоминают ситуацию. Инспекторы звертают увагу на худкость, документы, стан машины и водителя. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления такому лицу, либо отказ от прохождения свидетельствования влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного такого нарушения после наложения административного взыскания в течение года, человек может быть привлечен уже к уголовной ответственности. Кроме того, транспортное средство, на котором совершено данное преступление, будет подлежать специальной конфискации, независимо от права собственности. Наступное порушение, которое фиксует радар, худкость – 136 км за годину. У два раза больше допущальной. Уладельник Ауди догоняюсь праздник, как и хвилин, тормозить мужчины не одразу. На первое потребование инспектор Ауди не реагирует, при этом документы в парадку. Водитель погоджается, что виноваты, а после додает, мол, так ездить все, а трапился только он. За превышение худкости ему выписывают штраф в три базовые величины. Если на протяжении года он порушит полторно, позбавится правов на год. Так званые бесправники – еще одна категория неотбайных водителям. Они часом попробуют выполнить инспекторам, что спешались и забыли правы дома. А Ли Ауди выключений не робить. В соответствии со статьей 18.19 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь, лица, не имеющие права управления и управляющие транспортными средствами, а также передавшие лицу, не имеющему права управления транспортные средства, могут быть подвергнуты административному взысканию в штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством в течение года после наложения административного взыскания лицом, не имеющим права управления данным транспортным средством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин, либо административный арест. Если вам понятно, что человек кирует машины в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снимает права, да и просит поведомить об этом по номеру 102.